Всем привет! Сегодня хотелось бы с вами посмотреть на программу для использования социальной сети Instagram, которая называется Lucky Insta. Посмотреть на ее особенности, на ее оформление, на ее удобство и все тому подобное. Так что заходим в магазин. Напоминаю, что все программы устанавливаются на компьютер с операционной системой Windows 8.1. Устанавливаются они с официального магазина, там где мы можем посмотреть эти все приложения. И на данном этапе мы рассматриваем такие категории, как социальные сети. Как обычно, выбираем топ бесплатных. И здесь мы наблюдаем, вот она, Lucky Insta приложение. Нажимаем на него. Как обычно, видим кнопочку «Установить». Зелененькую. Видим всякие скриншоты с этого приложения. Описание. Все на английском. Дальше примечания. Поддерживаемые языки. Английский. То есть, и всего одна оценка, что меня немножко пугает. Троечка. Вот. Ну, в принципе. Сейчас посмотрим, насколько это удобное приложение. И насколько интересный в нем дизайн, оформление. Вот. Нажимаем зеленую кнопочку «Установить» под нашим названием нашего приложения. И ждем, пока оно установится. Смотрим. Вот. Встановилось уже наше приложение. Такое вот приветствие. Что мы здесь видим? Нажимаем «Yes». Что оно нам даст? Если нажать «Yes», тогда, когда вас спросят это приложение, то вам будет показано вот такое вот видео, якобы, как пользоваться данным приложением. Будет играть очень красивая музыка. Если захотите, то пройдете по ссылочке. Я закрываю. И захожу опять-таки в приложение. Хочу зайти сюда с помощью логина и пароля. Вот. Сейчас я это сделаю. Я зашла на свою страничку в Instagram. Что мы видим? Мы видим, как обычно, в мобильной версии, в браузерной версии Instagram. Как обычно, мы видим свое имя, свой профиль. Мой профиль точно так же открывается, как и в мобильной версии. Точнее, в браузерной версии Instagram. Домик. Правда, нету там этой панельки. С этой стороны там вроде нет такой панели. Лента новостей. Лента новостей тоже на большой экран. Проверяем лайки. Работает отлично. Как мы привыкли делать это на телефоне. Вот. Ну, в принципе, все так же, как и на компьютере в обычном браузере. Точно такой же интерфейс. Точно такое же оформление. Все-все-все именно вот так же, как и там. Ничего особого здесь не наблюдается. Единственное, чем может вам помочь, как, на мой взгляд, это приложение. Первое. Это если вам действительно нравится оформление, поскольку на вкус и цвет товарищей нет. Вот. Конкретно вам оно может понравиться. А второе, наверное, если вы хотите без помощи браузера открыть приложение Instagram на компьютере, то эта программа замечательная вещь для этого. Вот. Так что так. Ну, надеюсь, в этом обзоре можно было показать только это. Если вы пользовались браузерной версией, вы поймете. Вот. И, естественно, все на английском языке. Так что, кому как удобно. Вот. Все. В этом видеообзоре я больше не могу ничего показать. Кроме того, как можно здесь ставить лайки и просматривать, например, вот страницы пользователей других. Вот единственное хотелось бы проверить. Сейчас открывается. Открывается наша страничка. О, не хочет она открываться. Не открывается страничка. Я думала, хотя бы можно профайлы смотреть, но это не так. Вот. Ну, в принципе, все, что можно сказать об этом приложении. Все, что можно посмотреть. Поскольку главное, что для Instagram это лента новостей. Вот. Вы видите ее. Можете ставить лайки. Единственное, что в этих программах и в браузерной версии мне не нравится, конкретно мне, это то, что нельзя загружать свои фото. То есть, например, если у тебя нет телефона, а есть только свой профиль, ну, то есть телефон, например, поломался, там, не знаю, разрядился, то вы не сможете опубликовать какое-то фото. Сейчас постараюсь вам это показать, то, что нету кнопки публикации. Да, нету. Нигде ее нету. Сколько бы ее не искали, ее нет. Вот. Все. Надеюсь, это видео было полезным для вас, для того, чтобы узнать структуру этой программы, тем, что она очень похожа на браузерную версию. Вот. Все. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наши обновления. Всего хорошего. До свидания.